буду использовать все те же цвета это светлый бирюзовый кобальт он же кобальт бирюзовый бордовый получается такой серый цвет цвет при высыхании светлеет поэтому надо это учитывать тоже перетемнеть не хотелось бы теперь побольше голубого то есть ближе к нам будет потеплее и потемнее тут посветле сделаю полосочку больше не голубого бирюзового кобальта бирюзового там сделаем маленький бережок все не убираются ворсинки так и вот теперь самое главное сразу мы лед не рисуем можно попробуйте немного желтого добавить будто свет от нашего сияния желтого зеленый зеленым не знаю что сейчас будет чуть-чуть немножко добавили много не добавляйте эта грязь может получиться так и ну давайте отражение от елочек я немного добавлю больше бирюзовую или изумрудный кстати можно вот где-то изумрудный было немножко изумрудную в эту же смесь добавлю на кисточке очень мало воды и вот такими движениями я рисую отражение от елочек таким знаете намеком скорее я отжимаю кисть в там терраю и чтобы она у меня была такой полусухой то основание главное кисточку хорошо вытереть потому что вода у кисти обычно вот тут у основания вся скапливается то есть есть смысл вытирать вот тут особенно если большая кисть где-нибудь еще тут потом елочку и нарисуем немножко побольше изумрудного так что тут может быть отражение от этой темной части тоже какой-то ритм отражение нам надо нарисовать какие-то будут покороче какие-то по длине вот эти полос если сильно растекаются до в разные стороны такие пушистики получается то это у вас много воды на кисти вы либо подождите когда подсохнет лед либо уберите лишнюю воду отжав кисть ну а если уже дело сделано то можете использовать пушистую кисточку чтобы сгладить чтобы пригладить да ну вот так тут наверное у меня очень такой забор получился где-то я прям закрашу побольше так сплошную линию сделал так что тут не должны ко мне придраться так где у нас будет еще елочка вот сюда до хочется какую-то одинокую тут как-то пустоват давайте сделаю отражение потом посадим туда елочку позеленей немного больше изумрудки так лед еще рисовать рано было бы хорошо если бы вот этот бережок у меня был с небольшим наклоном то есть не горизонтально а вот так когда был бы такой вход в картину так не получилось можно добавить на берег это на снег да получается немного вот этого желтого при желании чтобы было ощущение света как будто падает на снег свет от сияния этот желтый так чуть-чуть или прозрачно еле заметно так смотрим чему мы может мы можем приступать я наклоняю немного планшет и смотрю да у меня лед уже почти высох подсох самое время воспользоваться мастихином поверхность льда у меня матовая стала смотрите вот эта часть если нет мастихина не переживайте можно использовать пластиковую карту и такими смелыми быстрыми движениями вырисуем лед у основания здесь мы нажимаем сильнее а дальше мы как бы отпускаем там уже не такие сильные на такое сильное нажатие полоски соответственно более тоненькие так как лед уходит в перспективу какие-то более тонкие какие-то более широкие также пройтись надо будет по отражению чтобы было понятно что это отражение так